Глядя на тренировку по смешанным единоборствам, понимаешь, что любви к спорту тоже все возрасты покорны. Казалось бы, жесткая борьба, но судя по составу участников, родители отдают своих детей сюда с удовольствием. В международном детско-юношеском турнире, который прошел в Москве в конце февраля, приняли участие спортсмены из восьми стран. Возраст участников от восьми до семнадцати лет. Наши ребята привезли в родной клуб несколько наград. По общей команды мы заняли первое место. Это уже третий раз мы занимаем первое место. И по общим количествам очков мы в рейтинге находимся тоже на первом месте. В рейтинге международный организатор GFC. Одним из самых ярких выступлений стал поединок с участием десятилетнего Кирилла Ярулатова. Он четыре года занимается борьбой, имеет несколько спортивных наград. Каждый из них все больше укрепляет его в правильности выбранной мечты. Мой любимый пояс это вон тот. Я тогда дрался в колизея, в сетке, со мной дрался из нашей же команды. Какие у тебя планы, какие у тебя мечты? Я в будущем хочу на ринге выступать в профессиональном. А примерно через сколько ты хочешь, скажем, первую встречу на профессиональном ринге устроить? Ну, восемнадцать. Также отличный результат на международных детско-юношеских соревнованиях показал Александр Соловьев. Он пять лет занимается смешанными единоборствами. В настоящий момент действующий чемпион России. Часто заканчивает поединки нокаутом, приверженец наступательной агрессивной тактики. Твое выступление вот как оцениваешь на этом мероприятии, вот на последнем соревновании? Мне очень понравилось, если честно. А сколько у тебя было поединков? Поединков было два боя. Ясно. Ты оба выиграл, как я понимаю? Да, я забрал два пояса. Тренер Айкас Варданян, который возил команду на соревнования, сам уже десять лет не участвовал в поединках. А тут решил попробовать и закончил бой досрочно, тем самым принеся в командную копилку еще один пояс. Сначала был детско-юноческий турнир, который закончился где-то после обеда, и уже взрослый турнир начался. Решил выступить, проверить свои силы, так скажем, тренерские, посмотреть, в правильном направлении я двигаю детей или нет. Ну, как выяснили, в правильном направлении вот за его пояс. Сейчас ребята готовятся к товарищеской встрече с чеченскими спортсменами, которая должна состояться летом в Грозном. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.